всем добрый день будет вам волшебство волшебное привет привет на телефон разряжается ну ладно всем добрый день привет привет девочки ну что давайте немножко поговорим с вами не знаю как вам так попробую ладно рада вас всех видеть привет наташа да вместо вы давно не виделись буквально привет привет итак давайте немножко поговорим я тоже вас рада видеть потому поговорим про то что происходит в нашем пространстве то что сейчас активно очень позиционируется поговорим сегодня важный день солнцестояние и попробуем сейчас увидеть по-другому все происходящее я знаю что но новый год этот период когда мы все стараемся что-то себе узнать до тот период когда мы стараемся что-то в себе увидеть этот период когда мы пытаемся что-то заложить такое прям важное важное для себя и сейчас очень многие люди разделились на 2 на 2 лагеря условно первый лагерь это те которых сейчас очень сильно накрывает по здоровью по каким-то моментам опускает на дно опускает состояние такого очень 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 например от вы когда человек отвык уже от такого состояния до дна а здесь человек на дно и очень много как раз таки опускается на дно через состояние здоровья вторая половина это те люди которые сейчас на подъеме у которых все хорошо которые почувствовали опору от чего это зависит по сути ничего от вашего состояния даже несмотря на то что вы работали целый год данному возможно над собой но сейчас вы на дне я хочу чтобы вы не судили происходящее нехорошо неплохо то что сейчас с вами происходит это нехорошо и неплохо мы сейчас ничего не будем контролировать контролировать я вам говорила о том что с уже третий год да это был третий год когда пространство готовила готовилась как всячески поднимала людей вело людей к осознанности нравилось вам не нравилось а у многих было сложной ситуации в жизни за эти три года у многих поменялось какие-то до разводы неважно смена работы может быть смена места жительства все три года пространство нас готовила к тому чтобы мы пришли вот в эту точку сейчас который мы находимся и не важно нравится вам это или не нравится смысл в том что это все равно происходит потому что мы с вами то тут то то эпоха те люди которые пришли сюда в это время для того чтобы развернуть перепрошить тема об этом говорю на каждом эфире мы сейчас с вами те люди которые должны заложить совсем совсем другой уровень жизни для следующих поколений и очень много очень многих людей а сейчас пугают а у нас эра водолея а у нас там какая-то эпоха рыб но я сейчас то есть в очередной раз почему я не собираюсь у него в эфир но я сейчас в очередной раз услышала вот эту вот эмоцию у человека и решила что когда если не сейчас об этом говорить и так давайте с вами немножко поработаем несложно итак представьте себе что вы сейчас смотрите в воду неважно вы смотрите в озеро вы смотрите в море вы смотрите в лужу давайте просто вот вы смотрите перед вами вода вы туда смотрите что вы видите первое что вы видите в этой воде вы видите что кто напишет 1 ну-ка привет привет девочки мы видим в воде свое отражение когда вы смотрите в воду нет ты не видишь рыбак нет не рыбки это сейчас кто написал рыбки это ваша ассоциация мозга вы когда смотрите в воду вы не видите рыбу вы видите себя вы видите свое отражение отражение неба отражение неважно вы представьте что вы смотрите вы видите свое отражение свое отражение нет надо это когда ты стоишь ты видишь ноги свои а мы смотрим мы видим себя вот эра водолей наша эпоха водолея эра водолея это наша вода это вода и когда мы будем заглядывать в эту воду первое что мы будем видеть мы будем свое отражение видеть что значит свое отражение мы увидим через эту воду мы увидим себя мы увидим какие мы есть кто мы есть на самом деле мы будем смотреть в отражение себя в следующем году так и будет мы будем смотреть в отражение себя вода очень колоссальный такой, как сказать, архетип, если можно сказать, такой некий образ, который связан очень сильно с подсознанием. И когда мы смотрим в эту воду, мы видим себя. Когда мы погружаемся глубже взглядом в эту воду, мы видим дно, мы видим, что там на дне. И когда мы соприкоснёмся вот с этой водолея, мы сначала сквозь воду посмотрим на себя. Ух ты! Мы заметим, что ещё есть и мы. И когда мы скажем, что я хотела бы просмотреть ещё дальше, вы взглядом опуститесь ниже, и вы увидите дно. И вот как раз-таки то дно, если образно взять море, просто в море мы когда смотрим, мы видим там камешки, рыбки, ракушки, песочек. Мы на этом дне увидим вот эти ракушки, камешки, песочек, водоросли, рыбки. Это будет нашими некими образами о том, что там лежит в нашем дне. Пригодно ли оно для меня? Я хочу сейчас опустить руку, достать с этого дна красивую ракушку. Либо я вижу эту водоросль или там медузу и говорю, ай-яй-яй, я не хочу с этим соприкасаться, не хочу с этим сталкиваться. Вот так будет работать эта эра. Вот так мы будем дальше жить вот в этом составляющей, вот в этой составляющей, ни больше, ни меньше. Не бойтесь никаких разворотов, не бойтесь там никаких этих... У вас сейчас есть всё, учителя подняты, учителя дают вам знания, проводники работают, проводники ведут вас за знанием. Всё у вас есть, всё для того, чтобы безопасно опуститься на дно, безопасно посмотреть в это дно и решить, что я хочу взять с этого дна, а что мне не нравится. Но если мне что-то не нравится, я возьму это, достану с дна и рассмотрю, а что мне здесь не нравится, а точно ли эта водоросль неприятная, а может быть мне нужно что-то сделать для того, чтобы от неё избавиться. Я хочу, чтобы вы через вот этот образ сейчас осознали, какая колоссальная возможность перед нами открывается. Столкнуться с собой, столкнуться с правдой о себе, рассмотреть всё своё дно, всё, что там лежит вообще, что на нём есть. И это такая некая связка пришла мне, когда в самолёте я летела и подготавливала для вас семинар как раз-таки о дне, о выгодах, о травмах, о увлечениях, обо всём, почему человек не слышит себя, почему нет возможности раскопки. И это очень красивый образ, через который мне хочется вам передать, потому что это очень символично с учётом того, в какой период мы входим. И хочу, чтобы вы всё время сохраняли вот этот образ, вот именно этот образ. Ничего страшного для меня не происходит. Я просто смотрю сейчас, я вижу себя, я погружаюсь глубже. Что у меня там, что там за ракушечки такие у меня красивые лежат? А может быть что-то не очень красивое, но я под нему рассмотрю. Я хочу избавиться мне от этого или оставить, трансформировать это, или это лежит, это безопасно для меня. И когда вы будете встречать Новый год, я хочу, чтобы каждый из вас помнила, не боялась, ни в коем случае там не говорила, что же я буду делать в этом году, а там будет встреча с собой, не знаю, а там. Это не страшно, это безопасно, это колоссальная возможность вам сейчас заглянуть внутрь. Именно этого будет требовать от нас следующий год. Именно этого от нас будет требовать всё, что будет происходить в следующем году. Я вам рассказывала о том, что следующий год жреца, да, и о том, что, опять-таки повторюсь сейчас, может быть, кто-то не слышал, да, про императорство. Император требовал от нас подлатать реализацию, подлатать отношения. Кто не сделал, девочки, сегодня я просмотрю семинар «Дам добро», они вот ещё там отредактируют и дальше сделают. Вы уже сможете вот выровнять эти, хотя бы понять, почему у вас так всё в жизни, и что вообще отношения, какую колоссальную они несут, возможность быть реализованы в этом мире как человек. Но если, например, даже вы не смотрите туда, вы понимаете, что такой жреца знакомый, вы не знакомый с Арканом, сейчас это вообще не имеет значения, это опора внутри себя. Жрец может прийти к собственному знанию только тогда, когда он заглянул на это дно, когда он не побоялся. То есть кто такой жрец? Он берёт знания снаружи для того, чтобы пройти внутрь себя. Но, к сожалению, люди, которые приходят, они берут знания, у них многие, которые не видят смысла в своей жизни, не хотят заглянуть на это дно. Они что говорят? «О, я взял знание, я пойду вещать». И мы, к сожалению, наблюдаем сейчас такую картину, когда даже на курсы приходят люди, они ещё не сдают ни одно домашнее задание, но они уже ходят куда-то вещать, уже рассказывать о своих услугах, потому что для них важнее вот этот смысл жизни вот там, найти, быть значимым там, и так реализовать себя и почувствовать себя. Но вы должны понимать, что это не есть истина ни для кого из людей. Невозможно быть в опоре тогда, когда ты не применил это знание к себе для того, чтобы вырастить себя. Мало что может дать человек, когда он не вырос, когда он хочет получить за счёт другого. И вот этот ЖС, он от нас будет требовать принятия мужчины, принятия Творца, принятия своей опоры, принятия понимания, кто ей есть. А вы поймите, что чтобы понять, кто ей есть, нужно очень хорошо посмотреть правде в глаза. И как я говорила на семинаре своём про отношения, что растёт только тот, кто сдаётся и говорит, я иду, я смотрю на тебя, покажи мне. И мне хочется, чтобы вы просто к следующему году, я сейчас колоссально, вот эта вот манифестация желаний, давайте пропишем желания, давайте зафиксируем, заманифестируем, за всё-всё-всё желания. Но на самом деле я знаю, что хочется, мозгу очень хочется верить, мозгу очень хочется импульса внутреннего для того, чтобы сейчас заманифестировать желания, а лучше ещё через какую-то медитацию, и потом почувствовать, что вы что-то сделали сейчас, и это что-то возбудется, и вот это радостное ожидание. На самом деле это некий обман мозга. Ну окей, ваш мозг забодрится, ну окей, мозг такой, о-о-о, я заложил, у меня есть цель на следующий год, о-о-о, всё хорошо. Но для меня, например, сейчас самое важное, вот люди, неважно, даже те, которые сейчас на дне, лежат, вот пусть они лежат, берут лопату и копают, понимаете? То есть вот здесь вот это вот состояние важности того момента, когда я работаю с собой, когда я погружаюсь внутрь себя. Вы успеете 155 раз заманифестировать желание, и поверьте, когда вы поработаете с собой, и поработаете со своими рыбками, ракушками, водорослями, что вы там увидите на этом дне, вам не придётся манифестировать желание, вам не придётся писать карты желаний, вам не придётся там, я не знаю, какие-то марафоны проходить, о-о-о, на исполнение желаний, к Новому году. У вас всё будет просто происходить. Вы станете соединёнными с собой, вы будете слышать, чего хотите вы на самом деле, и это всё будет просто происходить в момент, в секунду. Вообще просто Вселенная будет для вас открываться. И потому что чудеса происходят, они происходят внутри нас, они не происходят снаружи. Снаружи это есть отражение того, что я позволяю себе внутри себя. А если вы манифестируете что-то такое, не зная себе желание, а внутри у вас нет программы, которая бы настроила это, то ничего не случится. И это хорошо понимаешь в те моменты, когда это происходит. Я вам писала, да, когда мы ещё были в отпуске, последний вечер, когда я днём думала о том, что как чудесно было бы, чтобы сегодня тоже был, чтобы ужин накрыли сегодня на бассейне, чтобы мы поели опять морепродуктов вкусных на костре. И когда всё это просто стало происходить, ты сидишь и чувствуешь тонкость этого пространства. Во мне нет ничего ложного, чтобы могло помешать вот этому произошедшему чуду со мной. Ничего ложного. И от того, что я бы сидела там в дзене и загадывала желание, ой, ой, сейчас загадываю желание, чтобы это случилось, а внутри, например, я считаю себя недостойной этого желания, то это бы не произошло. Манифестация желания — это некое загадывание, это некий такой обман мозга, это некая такая постановка цели, чтобы заставить себя к ней идти. Но если вы работаете с собой, прорабатываете свои убеждения, свои программы, встречаетесь со своей правдой о себе, то вам стоит только внутри подумать, и Вселенная будет тут же откликаться на этот зов, и у вас просто будут происходить эти чудеса в жизни. Откуда-то появляются деньги, какие-то податки, которые вы хотели, события, которые будут случаться. Всё будет просто происходить, и этим волшебством будет наполнена вся ваша жизнь, вся ваша жизнь, каждый момент будет происходить. Не тратьте сейчас время на то, чтобы манифестировать желание, рисовать карты желаний, ещё что-то там делать, искать медитацию, в которой точно волшебное поле, всё это произойдёт. Потратьте это время на то, чтобы войти внутрь себя и почувствовать себя, почувствовать, что вы наработали за этот год, и что бы вы хотели унести с собой дальше, в следующий год. Что вы конкретно, да, пропишите для себя, а что я получила за это, за что я могу быть благодарна этому году, чему я научилась, какие проработки у меня случились, какие инсайты у меня случились, что вам не изменилось за это время, какая я стала за этот год. Вот заметьте самую маленькую детальку, которую вы сделали, и скажите, а что я готова забрать с собой в следующем году, с чем я готова поработать. И помните, что заберите всё, даже если вашему мозгу это будет не нравиться. Мозг скажет, ой, такая себе задача, не хочу ничего забирать, там у меня, не знаю, плохой муж, или там плохой работодатель, или работа, которую я не люблю. Но когда вы скажете себе, окей, у меня в этом году есть работа, которую я не люблю, но в следующем году я могу взять эту тему себе на проработку и эту проработку проработать для того, чтобы либо сделать эту работу любимой и расшириться в ней, либо изменить что-то, для того, чтобы иметь другую работу. И это очень важно. Важно настолько, что ты понимаешь вот эту тонкость мира, благодарность за все события, которые происходили. Ведь каждый год имеет для нас значение. Если вы возьмёте с точки зрения арканов, то у каждого был год вот такой вот, а следующий год — он продолжение. Я всегда рассказываю на курсе по арканам, что одна энергия всегда перетекает в другую, и мы сейчас находимся в той эпохе, когда у нас будет один за другим год по арканам, он будет следовать не меняться, а именно один за другим идти. И от того, как вы проживёте вот эту энергию сейчас, что вы сделаете? Так эта энергия в следующем году для вас сыграет. Вот у меня был год шута, вы все со мной были этот год, вы видели, сколько всего было создано нового за этот год, сколько всего было, не знаю, заложено нового в этот год. И для меня, и через меня для вас мой шут очень хорошо. Он не боялся, не говорил, нет, не иду в этот опыт, нет, я не хочу взрослеть, нет, не хочу взять. Потому что шут боится опыта. Он смело создавал. Месяц за месяцем всё время что-то происходило, что-то менялось. Колоссально просто двигательная сила. И следующий год будет мага, и я готова рассказывать о том, что я наработала, что приходит, вести семинары, звучать. Маг мой хочет звучать, он не хочет. Но если же я, например, бы шута прожила в минусе, если бы я не пошла в новый опыт, если бы я не заложила фундамент, если бы я не захотела, например, что-то создавать, кричала бы, не хочу брать ответственность, то маг был бы подростком в следующем году, который просто конфликтовал бы и через конфликт разрешал бы себе двигаться дальше. Вот посмотрите, какая колоссальная разница от того, как вы проживаете ту или иную энергию. Когда вы знаете о том, что вы проживаете, вы можете скорректировать и выйти на какую-то ступеньку. Кто не знает арканы, возьмите сейчас свой, свой такой некий, некую базу, которую вы на этом, в этом году прожили. Плюс и минус, всё это проработайте и скажите, а что я хочу сделать в следующем году? Если же, сейчас вот я пока слушала, если же есть у вас такой отклик, мы можем, потому что я вам обещала про императора, написать пост, если же вы хотите. Мы можем вкратце, абсолютно вот вкратце, я могу пробежаться там на эфире по 22 арканам и рассказать от чего до чего, что вы можете проиграть в этом году и могу рассказать там, как посчитать, да, какой у вас год. Конечно, я буду рекомендовать тем, кто не учился арканам или кто не знает арканам или кто вообще не понимает, о чём я сейчас говорю, я вам всё равно буду рекомендовать путь к себе через арканы, потому что это колоссальный инструмент, где заложены 22 энергии и каждый из вас, кто будет слушать, тот будет понимать, чего, по сути, ждать ему в следующем году, с чем работать. Если у вас есть такая возможность, да, то, пожалуйста, приобретайте этот путь и вы будете уже слышать это колоссальное понимание энергии, да, о чём вообще, о чём вообще эти арканы, да, как соотносится личный год с годом общим, у нас есть общие задачи, да, вот это в начале эфира я вам сказала о том, что нас ждёт, да, в год жреца, эти темы будут у всех, а это будет общая задача, общая задача для пространства, понимаете, для пространства, общий год, это как пространство, в котором будут создаваться ситуации, через которые мы будем разворачиваться и через которые мы будем меняться, чтобы поддерживать то пространство, в котором мы находимся, поддерживать тот период, в который мы с вами рождены всем, чтобы закладывать трансформацию дальше. Личный год, это ваши личные задачи, это тот, кем вы должны стать, это то, к чему вы должны прийти, и это то, что вы должны научиться делать, потому что у нас мы работаем на двух уровнях, душа и тело, да, как тело, мы взаимодействуем с пространством, в котором мы живём, пространство заложено под те задачи, которые нужны, да, и вы приходите сюда, и пространство так же трансформируется, как мы с вами, общее поле так же трансформируется, как мы с вами. На семинаре я девочкам прям конкретно рассказывала о том, как происходит эта трансформация поля и какую задачу, да, на примере отношений, какую задачу, какая задача была у поля до того момента, вот, в котором мы сейчас находимся. И так же у этого поля задачи не только для отношений, но и для нас, как у людей. Вот общий год, это та задача, которую мы должны проработать, чтобы вот вернуть пространство, созданные условия. Лично, это наша личная задача, для которой мы сюда пришли. Что-то, что мы делаем уже для себя. Схемами, какие, Таечка, какими схемами ты хочешь, чтобы я поделилась? Если вы брали консультацию по арканам, смысл идти на обучение есть, и это очень важно. Когда вы берёте консультацию, вы решаете по запросу. Вот, вы даёте запрос, и консультант вам даёт ответ. Когда вы учитесь по арканам, да, знанию арканов, то вы находите ответ в каждом своём моменте. Карта это не некий, да, как я всегда сравниваю с астрологией, когда вы пришли, вам рассказали, где у вас какие планеты стоят, что у вас там произойдёт, и всё. Арканы это энергия, она очень глубокая, её можно прожить вот так, а можно прожить вот так. И каждый раз я нахожу новый слой, да, вот новый слой в своём портрете, я снимаю один слой, следующий слой, следующий слой, и кто видел сториз, в самолёте я летела, и я рисовала схему для Наташиного портрета, и мы сняли очень крутой слой, ещё глубже прошли, и обозначили следующий рост по тем же самым позициям, понимаете, позиции те же самые, но я снимаю следующий уровень, даю там задачу и на следующий уровень, ещё один уровень, и мы так будем слой за слоем снимать и расширяться. Поэтому, когда вы владеете знаниями об арканах, тогда вы у вас просто в момент, когда вы сели и у вас какой-то затык, вы открыли свою карту, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, поискали, где сейчас, что минусит, как перевести в плюсы, начертили и прошли в следующий уровень. Я всегда об этом говорила и буду говорить, что это колоссальный вклад в самого себя. Ой, спасибо большое, Ксюш, за звучание. А Тая, нет, в самолёте не было никакого нового изобретения. Ну, вы просто очень многие видите только вот слой в арканах, а там в одних этих же позиций куча-куча-куча вот так наслоение-наслоение-наслоение и вы можете, зная аркан, вынимать слой за слоем. Угу. На самом деле с колесом, ну вот я рассказывала, у меня у мужа этот год был от шейника и следующее колесо. И в начале года я ему сказала, что тебе придётся пересмотреть весь опыт своей жизни, как ты живёшь, чем ты живёшь, на чём ты живёшь. Весь свой опыт для того, чтобы переработать и сделать из этого мудрость. Это будет очень важно для того, как ты войдёшь в своё колесо. И вот это состояние, да, то ли ты, потому что в колесо можно войти по-разному, можно очень сильно тебя будет трясти, тебе придётся всё просто бросать и понимать, или понимать, что всё вокруг рушится, и нужно будет что-то новое, а ты не перепрошит и не готов войти на следующий уровень, на следующий уровень, да, колеса, потому что колесо это такой апгрейд и закладка нового витка колеса, апгрейд и закладка нового витка колеса. И если вы не сделали апгрейд, то как бы можно воспринимать всё вот как раз вот как ты пишешь, доверие, да, то есть мне понадобилось доверие, чтобы, ну там, понять, что происходит, что это мне во благо, да, колесо будет рушить всё и говорить, мне научилась сама делать апгрейд и входить в расширение, иначе я буду создавать ситуации, в которых тебе придётся это делать. Для всех, да, для всех это год железа, а у каждого год индивидуально. Но давайте, если хотите, давайте, тогда раз мы уже заговорили, давайте пойдём, пойдём немножко в год, я, конечно, не обещаю, что я успею все 22 аркана вам рассказать, но давайте хотя бы чуть-чуть пройдёмся тогда. по годам, по годам. Итак, для всех следующий год будет жреца, для всех. Чтобы узнать, какой у вас год, вы должны сложить ваш год рождения, вы должны сложить, прибавить, Сальма, посмотри, что такое год жреца, я сказала ещё в начале, и есть ещё на ГТВ эфиры про это, то есть там найдёшь в эфирах, я об этом тоже говорила, не буду возвращаться. Если вы складываете год своего рождения, и прибавляете к нему жреца, а это жрец, это пятёрочка, то вы как раз узнаёте, какой у вас год будет. Итак, если же у вас год шута, давайте начнём, что я потом схемку выложу вам после эфира, этого я эфир сохраню, не переживайте, я выложу и выложу, как считать, ещё отдельно в сторис вы увидите, чтобы уже не возвращаться к вопросам, успеть всё. Итак, если у вас год шута, вы можете провести его, как я, создавать кучу нового всего, но не обязательно, потому что шут, он требует колоссальной энергии, потому что у вас ещё в композите, в композите на месяц будут сдвоенные энергии, там будет такая сложная и вариант, либо постоянно идти, потому что у меня были сдвоенные энергии месяца, и они как бы начинались очень достаточно мощной энергии, и мне приходилось каждый месяц прямо на себе отпахивать. Я редко об этом говорю, на самом деле, но так и есть. И когда, если у вас год шута, то какие темы могут всплывать? То есть, это, конечно, будет тема вступления в опыт, выбирать этот опыт. Девочки, я успею рассказать, не пишите мне сейчас свои цифры, я не буду на это отвечать, потому что это займет время, я не успею рассказать. Итак, шут это 22, это 0, 0 или 22. Итак, самое первое, что у вас будут моменты, они будут как раз таки связаны с тем, чтобы к пространству как будто будет говорить вам, а не хочешь ли дружок в новый опыт войти, а не хочешь ли взять ответственность за свою жизнь, а не хочешь ли наконец попробовать что-то новое, а не хочешь ли может быть даже создать что-то новое. Эти темы, они будут внутри вас. И если вы станете шутом, то есть шут этот чувачок, который такой с котомкой пришёл на землю и говорит, а ну-ка я попробую, что здесь происходит и попробую, что у вас тут делается. И если вы будете готовы вступать в новый опыт, если вы будете готовы взять ответственность за свою жизнь, то вот шута у вас пройдёт прекрасно, вы будете расти, 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 расти в этой сфере и творить, потому что это гений, это творчество, это прекрасно. Если у вас нет никакого творчества, если вы не чувствуете себя гением, ничего страшного в этом нет, потому что для многих кот шута это будет просто научиться брать ответственность за свою жизнь, научиться входить в опыт, научиться не бояться опыта, научиться идти в этом опыте, да, и какой бы опыт там ни пришёл, и извлекать из него истину. Поэтому у каждого опять-таки, для каждого это будет своё. Помните всегда об этом что нет ни одного есть энергия и каждый идет в ней соответственно росту своей души соответственно задачи своей души соответственно уровню вибрации человека на котором вы сейчас находитесь это обязательно учитывать если у вас год мага это единичка тогда ждите либо много конфликтов либо взрослением либо проявление потому что маг он такой это подросток который может очень сильно конфликтовать особенно если вы не выросли что значит не выросли это вы все читали посты когда вы не взрослые если вы не взрослая вы не знаете чего вы хотите если вы не знаете чего вы хотите ваш маг будет просто скандалить чтобы что-то получить или если вы взрослая вы тогда знаете чего вы хотите тогда маг как манифестом просто ваша вашем мире просто проявляет ваши желания если они истинны для вас. Для этого обязательно стать взрослой и понимать, чего хочу я, и понимать из истины, а не понимать через протест. Потому что маг поможет, подростки, вы знаете, да, они в протест с родителями, они бастуют и начинают что-то требовать. Вот об этом может быть год мага. То есть, либо я проявляю себя, осознаю свои желания, чего хочу я, взрослею, взрослею именно в взрослых желаниях, перехожу, реализовываю, заявляю о себе, говорю, чего я хочу. Вот это, может быть, год как раз может вас этому учить. Если у вас год жрицы, это двоечка, тогда здесь, конечно, жрица, она у нас очень сильно всегда требует соединения со своей сутью. Кто ей есть? Мужчина, женщина. Принятие своего, своей вот этой истины, своего пола, как он, если так условно можно сказать, принятие вот этой женщины. У многих в год жрицы, женщин, может быть, какие-то некие проблемы, с органами, да, то есть, там, женским нашими, всеми половыми органами, она, то есть, природа, ваше тело будет требовать принятия себя, как женщины, будет требовать, говорить, а ну, давай, почувствуй вот эту благодарность за то, что ты женщина, благодарность мы можем почувствовать как раз-таки, если мы начинаем цепляться за свои органы, да, и говорить, ай, это моя маточка, ой, не-не-не-не, хочу, чтобы цикл был, да, это тоже очень важно понимать. Арина, я вначале проговорила, посмотришь, двоечка, это как раз орган, про который сейчас рассказывают, про жрицу. Я напишу вам после эфира, я вам чётко покажу, прикреплю, как считать. Итак, то есть, двоечка, ну, как раз жрица, она будет требовать вот этого некого соединения с собой, некого такого наслаждения с собой и понимания, кто и есть, и без жертвы. Жрица либо жертвит, либо очень сильно жертвит ради других, либо она будет учиться проявлять себя и тоже говорить, помните, да, что как бы у кого жрица в следующем году, у вас предыдущий год был мага, и маг поговорил отчёты, чего хочешь ты. И если маг не научился говорить, чего хочешь ты, что жрица будет в жертве, и, да, будет разрушение, даже на уровне тела. Если же маг научился понимать, что эта жрица будет чувствовать в себе опору, и вы будете способны проявляться в мир, да, проявляться в мир, мы говорим, я говорю про жизнь, когда я говорю проявиться в мир, это значит жить, да, жить вот так, как хочет ваша жрица, понимая ценность того, что вы живёте. Если же вы, у вас троечка, да, в следующем году, это императрица, императрица будет требовать уже ценности себя, ценности творения, ценности этой энергии, ценности рождения. Для многих императрица может быть там, например, кто не может забеременеть, это вот эта ценность про быть женщиной, именно в рождении детей, именно в способности забеременеть, и вот эта ценность прям себя, колоссальная императрица очень сильно про ценность себя будет качать. Она всегда, если у вас нет ценности, вы не будете способны ничего сотворить в этот мир. опять-таки говорю, сотворить в мир, это не значит, ща быстренько пойду что-нибудь как вытворю, потому что эго всё время хочет чего-то. Сотворить мир — это способность жить в этом мире, некое творчество. Творчество, оно внутри нас, оно внутри самой жизни, и если вы не видите ценность в себе, если вы не видите ценность в жизни, вы не будете ничего, способны ничего сотворить в этом, это не распакуется, это творческая энергия для того, чтобы что-то реализовать в свою жизнь. Не распакуется, если у вас нет ценности себя, и вы не знаете вообще смысл жизни, в чём вам. И даже если многие сейчас скажут, о, я вообще с творчеством далеко, это не про то. Это когда вы становитесь ценными сами себе, вы понимаете, что я могу дать этому миру. И это не значит, что какую-то сверхсдачу ставить, это значит, что вы своей жизнью уже можете для мира что-то создать другое. Если это император, это четвёрочка. Если у вас год императора, тогда это опять-таки два варианта. То есть, либо у вас опять будет пространство вас качать, и вы будете отрабатывать баланс между реализацией и отношениями. У кого четвёрочка? Я вам просто рекомендую семинар, когда появится, приобрести его, потому что вы колоссально войдёте в эту энергию, и вам будет намного легче, намного легче понимать, про что у вас год и про что у вас будет работа, потому что император будет этого требовать. Также император — это про уверенность в себе, это про то, что я научился, хочу и могу, что я могу здесь сделать. Я вообще всегда императору говорю, что это любая пуля, залетевшая в голову, способная реализоваться. Но для этого нужно быть уверены в себе, помнить, что у кого год императора, у того была императрица до этого. И если вы в год императрицы не обрели ценность себя и не видите смысла в своей жизни, то в императора вы не войдёте, потому что император будет очень говорить, а что ты сможешь здесь реализовать, если у тебя нет ценности в себя, ты не ценишь ни то, что ты делаешь, ни то, что ты есть, ни свою жизнь, ни своё тело, ты там не выстрелился. Поэтому у кого будет император, знайте, что вас будет качать по вот этим темам. Если же мы берём дальше год жреца, у кого будет год жреца, да, ещё и личный, возможно, год, то здесь как раз таки вот это понимание может быть разное. От принятия мужчины до вообще понимания вот это отношение мужчина-женщина, уже такого более глубокого выхода. Также жрец может говорить о том, что найди какое-то знание, если, например, у вас вибрации низкий, уровень души начального уровня, то вам придётся найти какое-то знание, чтобы пройти внутрь себя. Курс, марафон, не знаю, что бы это ни было, чтобы пройти внутрь себя. Если же... Да, Евушка, моя, Верушка, Верушка, Евушка, я уже тебе сказала по поводу семинара. Это другой уровень, и там уже такое некое будет «Либо я ищу знания, либо я несу знания». Но старайтесь не фиксироваться на несу знания, потому что за год обучения курса все, когда видят жреца, они такие «А, я мой жрец, должен вещать, нести знания». Не должен ничего ваш жрец. Ваш жрец сначала должен научить вас быть в отношениях с мужчиной, уважать мужчину, принимать мужчину, принимать за этим творца. Это высшая энергия, и поэтому всем с жрецом и императором вон к покупке семинар. Прям вот для того, чтобы вы понимали вот эту суть и ценность. Если мы после жреца, у нас идёт влюблённые, это шестёрочка, да, и опять-таки, смотрите, у кого шестёрочка в следующем году влюблённые, тот у того в этом году жрец был. И вот если вы не научились жреца строить, уважать мужчину, выстраивать с ним отношения, не нашли этой опоры внутри себя, не проработали свои травмы с мужчиной, то в влюблённых вы не войдёте. А если войдёте, вы в истерии войдёте. В таком состоянии, вот это будет хочу, что не знаю, то выбор сделать не могу, уходить, разводиться, не разводиться, быть в отношениях, порвать отношения. Увы, с выбором тяжкий вообще случай будет. И потому что, если вы грамотно проходите жреца, то во влюблённых вы уходите в гармоничное партнёрство. Поэтому ещё раз скажу, четвёрочки, пятёрочки, у кого в этом году там император и жрец был, пожалуйста, ребят, идите на семинары и вы во влюблённых войдёте в гармоничную проработку, в партнёрство. Вы будете просто понимать, о чём это для вас и будет учить вас сделать выбор. Поэтому это очень важно. И да, влюблённые это такое некое партнёрство, некий выбор, перед которым вас будет всё время ставить пространство, либо вы себе будете ставить, нужно научиться делать выбор. Вообще, влюблённым очень нужно научиться понимать, что любой выбор, который я сейчас сделаю, он будет для меня верным, я получу в нём опыт и в выбор, который не должен со мной случиться, я не войду. И это очень важно для тех, у кого следующий год будет влюблённым, прям вот, вот прям, точка сейчас. Оба выбора, которые я сейчас вижу, нехорошо и неплохо, не надо об этом жалеть, я просто делаю и следом за этим выбором поступит, будет именно, наступит именно мой, именно мой опыт, который я буду осознавать, ни хорошего, ни плохого. Да, вот Наташа, у неё был год влюблённых, она весь год училась сделать выбор, там, вплоть до переездов, разъездов, и за то, что она хорошо прожила этот год, за то, что она верна, у неё сейчас вот под конец года гармоничные партнёрские отношения, она вступила в партнёрские отношения, то есть пространство ей подарила хорошего, колоссального мужчину, без меня не обошлось, но тем не менее, вот так её отблагодарил её год, пространство отблагодарило за те решения, которые она принимала, за то доверие, в котором она шла, за тот выбор, который она делала, и она вступила в гармоничные отношения, и это очень круто. Да, вот у неё прекрасный бонус в виде прекрасного мужчины, гармоничного мужчины, в котором она уже войдёт в партнёрские отношения и будет ехать дальше в колеснице своей. Если же у нас будет колесничка, то есть после влюблённых у кого-то наступает семёрочка, это колесничка, девочки, не задавайте просто вопрос, вы потом пересмотрите ещё раз эфир, и вы всё поймёте. Услышите для себя, не спешите, потому что сейчас мозг вас отвлекает на вот эти вопросы, которые вам не нужны. Она просто не хочет слышать. Итак, если колесничка, да, вот, если это колесничка, то колесничка будет, конечно, требовать вот всё то, что я вам написала в посте. Поэтому прочитайте ещё раз пост, движение, движение, реализация, вот там те минусы, которые вы увидели в посте, их нужно перевести в плюсы. Поэтому у кого колесничка, да, колесничка любит, когда перед этим случился год влюблённых, и вы научились делать выбор, да, научились принимать решения, научились вступать в опыт. Поэтому колесница, так как говорит, у кого ты уже научилась в год влюблённых предыдущий год делать выбор, поехали, став целью, мы едем. И вот как раз таки в самолёте мы работали с Наташинами колесницами для того, чтобы у неё следующий год колесницы она могла выехать. Поэтому если вы за этот год, у кого ещё год влюблённых, не научились делать выбор, не научились вступать в опыт, не научились принимать решения, то, конечно, колесница ваша в следующем году будет саботировать и не ехать. Опять-таки, читайте пост, не буду громко говорить, ещё раз повторяйте колесницы, потому что в посте всё это написано, все её минусы, переводите в плюс. у кого была колесница в этом году семёрка и кто в следующем году вступает в год справедливости, то вам нужно быть готовы к тому, что проработанная колесница, она должна занять место, ну, колесницы я имею в виду, так как у тех, у кого год справедливости будет в следующем году, это восьмёрка, сейчас у вас колесница, да, и вы должны были научиться ехать, научиться ехать для того, чтобы в год справедливости занять некую нишу в обществе, ну, так условно, на простом уровне найти какое-то дело, которое будет нужно в этом мире, да, ну, в вашем городе, в вашей стране, неважно, да, и либо для некоторых, кто вступил ещё, вот, например, как у Наташи, там, если взять её пример, она в партнёрские отношения в год влюблённых, в колеснице она будет реализовывать, и в год справедливости она может выйти замуж, вполне себе, то есть справедливость может проиграться, как как раз замуж, ну, как бы выйти замуж, опять-таки, занять место в системе, это тоже некое занимание в местном системе, да, вот Катюня у нас тоже, кстати, я сейчас хочу сказать, что за Катюшу прости, но у Катюши у нас был год справедливости, её шатало в разные стороны, справедливо-несправедливо, почему так, она этот год прожила, и прожила очень хорошо, она прошла в принятии, принятие мироустройства, да, потому что шатать может ещё потому, что нужно принять мироустройство. И у неё тоже очень хороший бонус в виде партнёрских отношений, которые мы тоже загадываем желание, перерастёт в брак, да, уже в некий, вот она в следующем году у неё будет отшельничек, она уже будет в этих отношениях партнёрских, в которых она вступила в год справедливости, она уже будет познавать опыт, и это очень круто. И мы за неё держим кулачки, да, и пальчики зажимаем. То есть справедливость может шатать по-разному. Знаете, что я вам очень-очень вкратце рассказываю, но справедливость может шатать вот эти вот моменты, а как, а куда, а непринятие мироустройства, почему я должна, почему я не хочу, почему вот именно вот так, а я не хочу так, я хочу по-другому. Справедливость будет прямо учить принимать вот эти все законы Вселенной, всё, что происходит, всё, что у вас есть, там какие-то моменты для того, чтобы потом тоже подарить вам бонус. Помните, что у нас всегда, если вы хорошо прорабатываете свой год, ваши изменения, они несут очень много полезности и для всего пространства, и пространство всегда вас отблагодарит в конце года и подавит вам некий бонус. Для меня, для моего шута был бонусом семинар, на который приехали 52 человека. Это было колоссально для меня, это было завершение такого года очень мощного и разрешили, не было никакого карантина, ограничений, это было очень круто, поэтому это очень классно. Если мы возьмём дальше, после справедливости у нас идёт год, что там, девятка отшельника, да, отшельник, это тогда, когда я в год справедливости уже научилась принимать законы Вселенной или заняла какое-то место в обществе, для каждого это будет по-разному, и отшельник будет говорить, вот теперь вступаем в этот опыт жизни, потому что если вас на время года справедливости, да, восьмёрочки, вас шатало на принятие пространства, на принятие закона Вселенной, то отшельник будет говорить, приняла, а теперь покатились в опыт, что же мы будем тут с тобой делать, что мы же будем познавать в этом, что же прекрасного есть в этой Вселенной такого, чем, что я могу здесь наработать опыт, какой опыт для меня будет ценный в этой Вселенной, и вот для Кати отшельник, скорее всего, будет этот опыт в отношениях, да, то есть она будет постигать ценность, мудрость, да, для кого-то это может быть год, когда вы будете прорабатывать все свои темы, прорабатывать свои, ну, условно, ошибки, да, понимаете, что ошибок нет, прорабатывать свой опыт, посмотреть на него, то есть остаться на время одной, да, для некоторых может быть в год отшельника, для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, сделать апгрейд и выйти его уже потом в следующий год как бы уже на другой энергии, об абсолютном доверии тому, что происходит, да, и уже дальше реализовывать нам свою жизнь. Это то, о чём я говорила, вот про год колеса, когда после отшельника идёт десяточка, идёт колесо, это когда мы с вами выходим уже в некое доверие Вселенной и с такой с накопленным опытом в отшельнике, у кого предыдущий был отшельник, вы выходите в колесо и уже готовы создать новый виток своей жизни, расширившись, да, в доверии, сказать, давай пространство, что ты для меня готовишь. У кого год колеса будет, то знаете, что это будет очень мощная проработка финансов, колесо, это аркан финансов, тоже будут вылезать все темы, все ограничения, поэтому, у кого год колеса, записывайтесь на все финансовые прокачки, финансовые курсы, финансовые моменты, вы будете пахать на... так, у меня садится батарейка, поэтому, наверное, на колесе мы остановимся, батарейка сдыхает на телефоне, сразу записывайтесь, да, и для того, чтобы вы могли проработать, для того, чтобы гармонично вы в год колеса смогли с вот этими своими ограничениями выйти, потому что это колесо очень может хорошо давать материальный уровень, поднимать ваш материальный уровень, но нужно быть готовой, а так как вы в основном все дети, которые не знают, не имеют финансов, потому что с ними потом нужно брать ответственность и что-то делать, соответственно, колесо ваше может не работать в эту сторону. Так, давайте на колесе закончим. Телефон сейчас, чтобы я успел сохранить эфир, потому что иначе вырубится телефон и эфир потеряется. Сейчас, еще раз повторю, сейчас я вам напишу, как считать свой год Аркана, какой будет у вас. Итак, на колесе останавливаемся через, не обещаю скоро, но постараюсь в течение этой недели следующий эфир сделать и мы пройдем с вами в следующей энергии и я расскажу вам вкратце про следующие энергии. Все, смотрите, пересматривайте, надеюсь, вы найдете свои ответы, все очень вкратце. Опять-таки, повторю, что если вы хотите знать глубже, если вы хотите понимать глубже, приходите на курс с парканом, у нас в феврале будет начало, 1 февраля и сейчас уже для вас будет, мы подготавливаем условия для рассрочки, это станет для вас доступней, не, хочется сказать, не экономьте, а хочется сказать, сделайте колоссальнейший вклад в инструмент для себя на каждый день, в понимании семьи, в понимании себя, в понимании какой у меня год, как я могу расширить, потому что все, кто вам будет говорить, они будут говорить вот так, какие-то базу, а аркан он вот такой, и у него вот столько энергии, поэтому если нет сейчас возможности, купите путь к себе через энергию арканов, вы сегодня я вам выложу, вы посчитаете, какой у вас год, и вам будет уже легче, там вы найдете для себя тоже еще больше ответа. Все, всех целую, обнимаю, завершаю эфир, надеюсь все сохранится, всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok